Полноэкранный режим есть? Есть. Есть. Значит, доклад про параметрические усилители, которые, в принципе, можно сделать по алюминиевой технологии, они работают. Вот. Значит, так. Начнем с формальной стороны рассмотрения усилителя. Значит, с формальной стороны все, что делает усилитель, он производит отрицательное сопротивление. Вот. Например, вот у нас есть усилитель, работающий на отражение. Вот справа у нас циркулятор, значит, у нас отражается от минус R. Если записать коэффициент отражения и поставить там минус R, то он у нас получается больше единицы, то есть усиление. Как бы хорошо. Значит, с бесконечной полосой. Но в реальной жизни такого, как обычно, не бывает, потому что вот это минус R, оно бесплатно не дается. Значит, оно дается за счет всяких нелинейностей. Транзистор там какой-нибудь, вот у нас приметрический шедитель, например. Вот. У нас нелинейный индуктор. Да. А что у нас в нелинейном индукторе есть? Ну, кроме того, что он нелинейный, там есть еще линейная индуктивность, которая все портит. То есть, если все это подставить вместо минус R еще и комплексный импеданс, то там все не очень красиво, во-первых. Во-вторых, вот это минус R, оно, как правило, находится в неудоваримом количестве, таком, что усиления там никого нет. Вот. Чтобы было усиление, нам нужно это минус R как-то выделить. Что значит это выделить? Вот, например, есть у нас индуктивность, наша паразитная, линейная там, ее надо чем-то компенсировать. Плм построен компенсировать конденсатором. Получается колебательный контур. Значит, в резонансе у нас остается одно минус R. И, как бы, получается вот такое вот усиление с каким-то лоренцеобразным профилем в простейшем случае, да, то есть у нас на революционной частоте это минус R, грубо говоря, за счет того, что у нас есть колебательный контур, оно согласовывается с нашими внешними децеплями 50 Ом, и получается в таком количестве видно, что, получается, там какое-то нужное усиление. Там 20 дБ мы хотим, например, сколько. Вот, можно посчитать, сколько нам надо минус R, чтобы оно получалось. Но это, так сказать, только вершина айсберга, как оказалось. Вот, потому что это же согласующая цепь, а согласующие цепи, они бывают несколько более сложные, чем просто конденсатор, который компенсирует индуктивность. Можно использовать несколько колебательных контур, которые будут взаимодействовать, и за счет этого можно расширить полосу усиления. Значит, то есть у нас будет не лоренцевый какой-то профиль, а какой-то более широкий. Значит, до считывания кубитов, это, например, очень важно, когда у вас много кубитов надо считывать, вам действительно вы хотите широкую полосу. Вот. Это один из способов ее получить. Значит, как это делается? Все это не является чем-то новым, это давно известные подходы, разработанные в рамках теории дизайна фильтров и всяких усилителей там на транзисторах или диодах там каких-нибудь, в рикапах, всем таком. Значит, что представляет собой согласующая цепь? Она представляет свой полосовой фильтр какого-то порядка. Вот тут нарисован второго порядка. То есть второго порядка, значит, у нас тут два контура содержится. Вот, может быть, либо первый контур у нас, где нелинейный индуктор последовательный, тогда второй параллельный и так далее, значит, последовательный параллельный. Либо наоборот, то есть у нас первый контур параллельный, то второй последовательный и так далее. Значит, то есть первый контур, он у нас состоит по дефолту из нашего линейного индуктора и конденсатора, а второй контур мы еще добавляем линейный снаружи, чтобы он с ним взаимодействовал с этим нашим первым контуром, они как бы антикроссились определенным расчистым образом и чтобы получалась вот такая вот, как, значит, справа видно снизу, кривулька усиления, которая имеет два горбика. В случае, если второй порядок, в случае, если три горбика и так далее. То есть вот получается у нас как бы расширение полосы. Но, значит, всему есть свои пределы, и вот это вот количество полосы, которые вы можете получить, оно в конечном счете ограничено добротностью вот этого вот первого контура, который содержит наш линейный индуктор. Вот тут сверху написаны формулки для добротности. И в конечном итоге они определяются величиной вот этой линейной индуктивности, которая паразитный элемент содержится в нашем, собственно, линейном элементе. То есть он уже сам по себе содержит в себе внутренние ограничения. Вот. И, кроме того, значит, эта работа определяет еще импедансовую систему 50 Ом, которую на практике можно изменить, если вам надо. Вот. Значит, еще что, значит, вот эти контура колебательные, тут нарисованы LC, но это как бы просто нарисовано. Известное дело, что на SWC никаких LC не существует. То есть вы не можете взять сосредоточные элементы и сделать просто LC. Там какой-нибудь будет у вас резонатор, который на рабочей стаде будет эквивалентно представлять вот это вот. А что значит эквивалентно? Значит, принято, что эквиваленты, они эквивалентны по так называемым импедансным наклонам эти резонаторы. То есть у них есть какая-то минимальная часть импеданса или имитанса у этих резонаторов, в зависимости от того, он последовательный или параллельный. И, значит, вот производная его при частоте, это вот есть наклон. И он как бы, это вот такая штука, через которую могут быть эквиваленты резонаторов разных типов. То есть на конденсаторах индуктивностях, на передающих линиях, там какие-нибудь, я не знаю, объемные резонаторы на волноводах, или черти что там, не знаю, кристалл кварцевый с электродами. Вот. И на этом строится вот этот фильтр-дизайн. То есть вы можете из каких-то любых резонаторов собрать вот эквивалент вот этой схемы, чтобы она работала вот таким вот образом. Вот. Соответственно, как это все считается? Довольно просто. Тут у меня нет вот этой теории, но там есть подход к разработке фильтров такой, что сначала строится прототип этого фильтра, это low-pass прототип так называемый, который вот определяет вот этот профиль. Там величину вот этой неравномерности, количество усиления и такое. Вот он характеризуется набором коэффициентов. То есть это просто значение его емкости индуктивности, приведенные к частоте там среза 1, например. Вот эти G коэффициенты. Да. Дальше вот путем преобразования этих коэффициентов можно получить всякие другие типы фильтров, сдвинутые на нужную частоту. Там low-pass, high-pass, band-pass. Вот тут появлены формулки для вот этого band-pass преобразования именно для отрицательного импеданса, который вот R, он на самом деле минус R, он не важно. Ну, в общем, все это можно просто посчитать. Единственное, что вот вся эта теория, она очень хорошо работает для транзисторов каких-нибудь, у которых вот это отрицательное сопротивление, оно, как сказать, существует постоянно на широком диапазоне частот. Но там есть паразитные элементы, которые надо компенсировать. В случае же параметрического усилителя, вот это минус R, оно генерируется как-то хитро за счет наличия, собственно, колебательной системы. И оно, в общем-то, неравномерно в области вот этого резонанса первого контура. И вот эта вся эта теория, она работает не точно. То есть для согласователей второго порядка она почти работает нормально. То есть можно посчитать, подставить, получается. Я потом покажу, как это делается. Для больших порядков там она, посчитать, она сильно не точно получается, но можно подогнать эти параметры просто, чтобы у вас была вот эта вот полоса. Чисто из модели параметрического усилителя. Значит, дальше. Что, значит, касается практической реализации. Все это уже было давно сделано на разных системах. Вот, например, усилитель на сквиде, обычном DC-сквиде с плоским конденсатором. Что здесь плохо, это наличие этого плоского конденсатора, потому что, ну, не каждый умеет делать эти конденсаторы, скажем так. Джозики-то все умеют делать, а конденсаторы... Да. Ну, что тут мы видим? Тут мы видим вот этот сквид, чип со сквидом маленький там сидит. И к нему приделаны вот эти согласующие цепи. То есть вот, вот эта длинная узкая линия полуволновое, это у вас эквивалент нашего последовательного контура второго. А вот это вот широкое уширение четверть волновое, это у нас трансформатор импеданса, который позволяет, как раз, изменить Z0 и еще там понизить добротность, например, этой системы, чтобы достичь широких, так сказать, полос. Да. Значит, и что тут у них получилось? Ну, вот у них получилась полоса тут где-то 5,7. Где-то, мне кажется, 500-600. Ну, где-то процентов 10 полоса, условно. Вот. И что характерно, вот эта вот исправительная профиль, вот эта гейн синенькая кривулька, она имеет очень неканоничный вид. То есть, как я показывал, в следующем слайде, вот такая вот... Для двух контуров должна иметь два глобика вот таких плавных, а здесь она какая-то странная. То есть, два глобика есть, но они какие-то острые. И это, значит, говорит о том, что то есть, если на самом деле он не двухконтурный, он содержит еще какие-то контура, которые возникают из наличия поразительных элементов в всяких циркуляторах и почвах в цепях. Вот эти усилители, они очень этим характерны. То есть, когда у вас низкая добротность вот этих вот систем, они вот начинают взаимодействовать со всеми этими вещами в проводах. И вы делаете два контура, а получается там три. Не скажу, что это плохо, это хорошо, потому что полоса получается шире. Ну, это вот такая особенность. Значит, дальше что? Вот Google компьютер сделал на тоже такого типа усилителях, они подходили как-то интересно. То есть, у них согласующий трансформатор есть, а контуров у них вообще нет, понимаете? То есть, тот согласующий трансформатор широкополосный, вот, какой-то тейпер Клопенштейна, вот, и все. И за счет чего у них происходит вот это расширение полосы? За счет как раз их поразительных элементов в проводах. То есть, они тупо берут и подбирают проводок от циркулятора до вот этого чипа, чтобы у них вот эта кривулька выглядела как-то хорошо. То есть, ну, я не знаю, как они это делают. Это интересный способ. Ну, вот он есть. Тоже на этих проводных элементах тоже можно жить. Вот. Дальше что? Значит, чтобы вот использовать эти усилители, нам нужно не только широкую полосу, но еще и чтобы мощность посещения была хотя бы где-нибудь минус 120 dBm, чтобы можно было что-нибудь считывать и что-нибудь работало. Значит. Ну, сами по себе, а, значит, насыщение этих усилителей связано с двумя факторами. Значит, самый каноничный фактор – это истощение накачки. То есть, закон сохранения энергии. То есть, вот, вы подаете сигнал накачки, вот какая-то энергия есть. И вы ее можете тратить на усиление. И, соответственно, больше какого-то, значит, энергичного сигнала вы уже усилить не можете на нужное количество децибел. Это одна сторона. Но этот предел в этих усилителях, он никогда не достигается на практике. Почему? Потому что вот у нас есть колебательные контура вот эти. Вот эти колебательные контура, первый контур. И его резонансная частота на самом деле зависит от амплитуды сигнала. То есть, нелинейность там так устроена, что там вот этот вот Керовский сдвиг, он всегда существует. И, значит, когда у вас под эти сигналы у вас тупо сдвигается частота вот этого контура, у вас просто меняется режим работы усилителя. И вот это и есть, значит, насыщение, вот это вот, как бы, так сказать, фазовое называется, или там, как оно, Керовское. Вот. И у вас, значит, усиление плывет, параметры плывут. И вот этот вот режим, он на практике всегда ограничивает работу этих усилителей. Что люди делают, чтобы с этим бороться, они делают массивы сквидов. Да, что массивы сквидов, вот этот Керовский квикцент, он, значит, пропорционально единицы на n. То есть, чем у вас больше сквидов, тем у вас меньше поползает частота этого, собственно, массива резонатора. А простыми словами, это объясняется тем, что просто для того, чтобы хранить ту же самую энергию, вам нужно гораздо меньших токов, гораздо меньшие токи в этом большом индукторе, массиве. Вот. И, соответственно, они меньше влияют на его работу. Значит, ультимативный случай этих массивов, это вот Лукоплант делал в Гренобле. В чем его ультимативность заключается? В том, что он уже не является сосредоточенным элементом. То есть, тут как бы четверть верного резонатора получается из этого массива. И как бы все, если дальше еще добавлять эти сквиды, то они просто начинают работать как конденсаторы. И, то есть, смысла уже нет их добавлять. Вот это вот предельный случай. Значит, что для него характерно, значит, он получен в таких условиях, что это микрополосковая линия, это не капланар. И, то есть, суть в том, что здесь земля, она далеко находится вот, собственно, вот этих вот сквидов. То есть, там вот эта минимизированная емкость, минимизированная индуктивность. И в конце у нас стоит конденсатор. Вот это дает, так сказать, возможность напихать как можно больше этих сквидов в этот массив. И ограничивается все вот этой вот модой, собственно. И что еще характерно для этого массива, что он как бы вот что-то среднее между антенной и передающей линией. То есть, он уже не описывается его параметры, вот эти модели передающей линии с импеданцией каким-то за счет того, что у него есть вот такая схемка нарисована, емкости уже влияют не только на землю, потому что она далеко, но и между вот элементами массива и массивом передающей линии. И вот такая вот предельная штука. И, значит, вот они получили на нем где-то вот минус 117 dBm накачки при критическом токе. Сейчас где-то 1 микроампер. Вот. И, собственно говоря, достигли улучшения где-то цибел на... Что-то я тут забыл написать. По-моему, 15 по сравнению с одним усилителем на одном сквиде вот таком. Вот. То есть, грубо говоря, увеличение этой мощного засыщения, оно происходит где-то в N-раз. То есть, сколько элементов вы напихаете, и во столько оно и возрастет. Значит, дальше, значит, по поводу насыщения. Есть еще другой подход по минимизации вот этой керовской нелинейности. Можно сделать асимметричный сквид, как называемый снейл. Вот, значит, в Еле придумали. Это у нас, значит, не в DC сквид, а у нас, значит, с одной стороны 3 больших джизексона, а с одной стороны 1 маленький. И характерен он тем, что у него вот такое только фазовое соотношение есть. И если у вас есть в ряд, и посмотреть на коэффициенты, которые отвечают за нелинейности при второй и третьей степени, которые как раз и дают всякое усиление в трех-четырехволновом режиме, вот, то можно посмотреть, что вот этот четырехволновый режим, он как раз связан с вот этой керовской нелинейностью. Она его, собственно, и делает. И вот этот D3 коэффициент, он, значит, производная вот эта вот. То есть в определенной точке по постоянному потоку она может зануляться. В идеале. То есть теоретически в этом сквиде можно убрать эту керовскую нелинейность и оставить только вот это вот для трехволнового режима при квадрате нелинейность. И, соответственно, в этом случае должна сильно возрастать вот это мощное истощение и достигать предела истощения накачки. Вот. Значит, еще один плюс этого сквида в том, что если мы хотим трехволновой режим в наших усилителях, то для DC сквида мы должны делать потоковую накачку. А это связано с тем, что если мы делаем массив этих DC сквидов, то там потоковую накачку мы уже не сделаем равномерно, потому что надо какую-то петельку делать, которая будет равномерно связываться со всеми сквидами. Это безумие, потому что там возникают вот эти петельки всякие моды, которые, в общем, не позволяют этого делать на больших массивах. А здесь вот за счет асимметрии мы просто пропуская ток через этот сквид за счет асимметрии как бы в нем и создается магнитный поток. Сам в себе он создает. И за счет этого мы можем в трехволновом режиме при наличии DC смещения оставить потоковую накачку за счет просто пропуская ток вдоль массива. Это тоже сильный плюс, если мы хотим трехволновой режим. То есть, когда у нас частота накачки в два раза больше, чем частота центрального усиления. То есть, ее легко эту накачку отфильтровать, чтобы она не мешала там кублитом работать, например. Вот. Значит, вот результаты по этому снейлу. Вот люди делали такой резонатор, в который включили цепочку этих снейлов. И они тут работают как сосредоточный элемент, в отличие от предыдущего случая. То есть, тут нет никакой предельной предельности. И, значит, что получилось? Вот слева вверху это график перестройки частоты в зависимости от параметра симметрии. То есть, у нас симметрия слабая, сильная. α009 то есть, маленький спит очень маленький, большой спит очень большой. Ой, большой GZF сон очень большой, а маленький GZF tane маленький. То у нас частота слабо перестраивается и это уже само по себе минимизирует члеровскую компоненту нелинейности. Налее значит, что результаты по насыщению фактически справа показаны, то есть видно, что когда у нас альфа 0.29, у нас где-то минус 130, а где-то 0.09, она уже достигает где-то минус 105, это очень большие большие цифры для таких усилителей. А что, чего здесь нет? Оттого здесь нет как раз вот этой вот carefree point, который я говорил, где вот этот вот коэффициент керовский зануляется. Оказалось, что ее не существует. Вот. Там надо почитать стать общим, ее не существует, но вкратце, не существует ее из-за гармоник. То есть я потом расскажу, какие гармонические компоненты существуют в этих усилителях. Там, грубо говоря, есть сигнал idler и накачка, и вот если только их учитывать, то эта точка существует. А если взять еще остальные компоненты и учитывать их токи через массив, то все-таки они тоже вызывают вот эту керовскую неринейность, и получается, что этой точки нет. Но тем не менее, результат есть. Если мы делаем осинтетичный сквит, и делаем, чтобы он слабо перестраивался, мы уже минимизируем вот эту, уменьшаем вот эту керовскую неринейность, у нас сильно возрастает мощность накачки, насыщение. Да, то есть вот положительный отключ, оно и есть. Значит, дальше что? Значит, что интересно было сделать? Было интересно скрестить вот этот вот массив сквитов с вот этими снейлами и с вот этим согласователем. то есть получить какой-то усилитель, у которого одновременно все положительные качества этого, этих всех вот систем с большой мощностью насыщения и с широкой полосой. Значит, это было сделано, в Бауманке делали чипы, значит, я дизайнил и пилил коробочки. Вот. Сделали мы такие чипы, значит, мы взяли вот эти снейлы, собрали из них длинный массив на микрополосковой линии, которого тоже там есть вот Мода собственная уже, то есть он подельный, там их, значит, было 44 штуки у нас снейлов с критоком маленького контакта 3,6 мА. Вот. Альфа у нас 0,1 и там больших контактов 3 штуки. Вот. Значит, добавил я к нему согласователь самый двухконтурный. Вот тут синим, чем выделено. То есть эта штука состоит из трех чипов. Вот этот самый в середине это, значит, у нас массив квитов, согласователь и фильтр для накачки. Значит, что тут интересно, тут вот фильтр для накачки есть, который на удвоенной частоте работает. Он нужен для того, чтобы комфортно подавать накачку на эти усилители. Потому что вот эти усилители в мономассивах, они характерны тем, что там очень большая амплитуда нужна на удвоенной частоте. И если делать это без фильтра, то там просто на рабочей частоте проникают шумы. С одной стороны. А с другой стороны, этот фильтр, он так сделан, что он позволяет увеличить связь вот этой сигнала с вот этим массивом на частотах накачки. И при этом не трогать ее на рабочих частотах. Это как-то позволяет комфортно приостать и доводить туда эти минус 40 дбм, минус 30, чтобы что-то работало. Значит, да, справа снизу показана вся эта сборка. Эта вся штука находится в двойном магнитном экране. Там еще алюминиевый экран и сверху еще алюминиевый экран. Это очень важно для этих массивов, потому что если там будут какие-то неравномерности магнитного поля, то массив длинный, в разных скидах разный поток, и это очень плохо оказывается на их работе. Поэтому это надо круто экранировать и делать катушки так, чтобы они создавали равномерное поле. есть там две катушки двух строн. Вот. Что я уже говорил, там есть собственная мода, которая работает. Можно вопрос походу? Алло. Да, да, да. Вот по предыдущему слайду можно вопросик? Сейчас. Вот да, есть. Да, вот здесь дизайн содержался в четыре таких снейла, каждый с критоком по 3,6 микроампера, да, написано? 44 снейла 3,6 микроампера для большого джезусоновского контакта, который справа вот эти прямые перекрытия, а вот эти соответственно маленькие контакты, они в 10 раз меньше. Ну ладно, хорошо, так или иначе, там было 44 больших контакта и маленьких 24. 44 сквида было, а в каждом 3 больших контакта, один маленький, да. Да, вот вопрос, вот если этот параметр от контакта к контакту болтается, там где-то 5-10 процентов, это на что влияет, это вообще можно или нет? Проверяли ли вы насколько сильно болтается? Нет, я не исследовал насколько эта болтанка параметров влияет на работу этих усилителей, но она должна влиять, то же самое, что и с потоком, то есть если у вас они как-то находятся в каком-то дисбаланте и диссонансе этих сквиды, то у вас соответственно это минус усиления, вот, ну это надо исследовать, то есть в общем это нужно приводить в соответствие, то есть как бы ну надо просто посчитать, разброс по крит-току и как это на усиление влияет? Ну это надо просто посчитать, ввести какой-то разброс в эту цепочку и посчитать как это влияет, я честно говоря не считал, ну это можно сделать в принципе если нужно. что касается электродинамики вот этой вот штуки, значит вот тут видно вот эта вот цепочка снейлов зеленая, значит у нас в конце конденсатор на землю, который снизу чипа находится, вот, и значит что здесь интересно, что здесь интересно, что здесь нету, то есть у нас вот этот снейл большой индуктивности массив, он позволяет нам использовать вот этот конденсатор, который на землю через чип идет 0,5 миллиметра и нам не нужны плоские конденсаторы, то есть если мы взяли один сквит, например симметричный сквит током 3 микроампера, то нам нужен был там несколько пикофарад конденсатор, чтобы сделать контур из него, это как бы ну проблема, а тут значит все, значит простейшая структура просто цепочка и в конце вот эта вот площадка из металла даже не менее, вот, значит что касается электродинамики, как я уже говорил, что эта штука не описывается в модели передающей линии, то есть вот ведь сбоку на электрическое поле почти на ФЧФС есть, там где-то вот в середине у нас, значит находится наша структура, внизу земля, где-то очень-очень далеко, и вот эти силовые линии электрического поля видно, что они в общем-то в большинстве своем до земли-то не доходят даже, вот, и вследствие этого вот эта структура, она, так сказать, несколько проблемно в качестве расчета ее, собственно, даже частоты и добротности, то есть надо ее в ЧФСе считать вот это вот, в 3D-модели вот это вот все. Значит, что у нас такие параметры написаны, ну да, значит, количество скридов у нас 44, вот, а эффективное количество скридов у нас 51, что значит эффективное, то есть мы взяли вот эту схему, посчитали его ЧФСе, посчитали добротность резонансовую частоту, посчитали индуктивность одного скрида снейла и прикинули, что сколько нам надо было бы этих снейлов, если бы у нас была, это все работало как сосредоточный элемент, то есть оказывается, что их надо было бы 51, если не учитывать всякие вот эти вот распределения полей и всего прочего, то есть вот это вот есть некоторое отличие, отличие от тичья. Значит, что касается магнитной индуктивности в этой цепочке, то она тут была пренебрежимо мала, то есть где-то тут 7,5 пикогенри на этот самый снейл, при том, что у нас Джилл Соновская была где-то 300 пикогенри, то есть пока что этим можно пренебречь, этим нельзя будет пренебречь, если, например, увеличивать криток контактов с целью там увеличения насыщения. В какой-то момент у вас индуктивности будут как-то конкурировать, это тоже надо учитывать в всяких моделях. Значит, добротность вот этой штуки была заложена где-то в пределах от 11 до 15. Ну, это, если ясно, зависит от потокового смещения, потому что индуктивность меняется. Вот они, вот пределы такие, то есть в 50-омной, так сказать, среде. Дальше, результат измерений. Вот, мы, значит, сначала взяли этот чип и померили его просто в голом виде, без всяких дополнительных фильтров, согласователей и прочего-прочего. Значит, что здесь получилось? Вот здесь видно перестройка частоты резонатора на манитинг полем. Ну, он перестраивается круто. Значит, здесь вот нас справа сверху покажено усиление на разных частотах. вот оно везде получается 20 дБ. Замечательно, красиво, супер. Значит, мощность защищения получается где-то тоже крутая, вот, минус 105, все, нет вопросов, работает. Дальше, значит, я взял и воткнул вот этот же чип, который я померил вот в эту же коробочку вот уже с этими согласователями и с фильтром. Вот, и получились следующие результаты. Значит, слева видно вот эта перестройка по частоте резонаторов и тут уже видно, что вот у нас этот резонатор наш, который снял цепочку, он уже начинает антикросситься с вот этим вот согласователем. Вот. И, соответственно, если в области вот этого антикроссинга подавать значит, на двойной частоте накачку, то мы наблюдаем вот такой вот профиль усиления, который у нас справа показан. Здесь полоса где-то 600 МГц получается, усиление где-то 15 децибел. Вот. Значит, можно крутить всякие параметры, там можно вот эти профили получать тоже разного вида. Например, вот еще показана где-то полоса 30 МГц, но усиление уже где-то 18 децибел. То есть, соответственно, чем у нас уже эта штука, тем больше усиления. Но тут проблема в том, что вот на вот этих широких тройкополосных профилях не удалось получить хорошее усиление. То есть, вот 15 децибел, и больше оно не получается. Все. Предел. Значит, в чем проблема, я потом расскажу. Значит, что касается шумов, вот я померил шумы этого усилителя, ну, они, как сказать, близки к квантовому пределу. Ну, ладно уж, в ходе работает. тут есть какие-то отклонения, но, честно говоря, я не знаю, с чем это связано, потому что процедура измерения шумов, как оказалось, это не такая простая штука, и она включает в себя множество всяких погрешностей, которые в качестве в ходе этого эксперимента происходят. Особенно, когда там меняются какие-то температуры нагрузок, что-то переключается, это очень все неприятно. насыщение. Насыщение в этом случае получило где-то минус 120 на этом широкополосном профиле, что как бы не есть очень хорошо, но, в принципе, нормально для считывания. Но почему-то оно получилось не очень большое по сравнению с предыдущим экспериментом. Почему, я тоже потом попытаюсь рассказать, но я, честно говоря, до конца этого не разобрался. Вот. Значит, ну вот по изменению шумов, ну ладно, что-то с ними. Шумы, шумы. Значит, дальше что? Дальше вот эта чувствительность вот этих усилителей к поразительным элементам в системе. Вот я изучал этот вопрос таким образом, что я взял два циркулятора разных, один радиотековский, другой ЛНР 4.12 и получил разные результаты. Вот. Значит, слева вот у нас профили усиления для РДТЭКа, а справа для ЛНФа. То есть, тут видно, что они, ну, работают как-то по-разному. То есть, если в РДТЭКе тут более-менее вот эти вот широкополосные профили не получаются, какой-то формы приятной вот в середине видно, то в случае ЛНФа тут вот какой-то пик вылазит вот этот непонятный в середине. То есть, в ЛНФе там в этом нужном месте какой-то резонанс есть непонятный. Вот такие вот проблемы связаны с построением этих усилителей. То есть, там надо все вот как-то следить за тем, чтобы там было все хорошо, циркуляторы были правильные какие-то, в правильных местах работали, неправильных не работали, провода были хорошие, короткие, все такое. Вот. Значит, выводы по эксперименту такие, что в целом эта штука работоспособна, усиления мало, ну, там, значит, надо как-то разобраться, почему. Значит, экраны нужны, и что характерно, экраны не нужны из креопермы, как я выяснил для этой штуки. Просто из обычного пермовой отожженного горелки он уже лучше, чем ничего. Это, в общем, дает и кромивни отпалить циркулятор, например. Да. дальше надо разобраться, почему так мало усиления, собственно, в чем проблема. Значит, этого надо что-то посчитать. И вообще, как считаются такие усилители. Значит, есть circuit QED, а есть pump-pister модели. То есть, ну, на самом деле, они эквивалентны. Это, в общем-то, есть давно известный метод гармонического баланса для моделирования вот этих нелинейных систем всяких. вот. Значит, что нам надо, чтобы посчитать, значит, возьмем метод pump-pister, он мне больше нравится, потому что там можно считать произвольные схемы, не особо напрягаясь. Вот. Насчет circuit QED не знаю, может быть, кто-то в нем хорошо соображает, тоже может считать произвольные схемы, получается. Значит, что нам надо? Вот у нас есть токофазовое соотношение для этого какого-нибудь скрида. Его всегда можно разложить в ряд. Скажем, вот у нас фаза вот в составе этого токофазового соотношения состоит из значения сигнала и накачки. Предположим, что у нас сигнал слабый, а накачка сильная. И в этом случае мы можем раскладывать в ряд по накачке до какого-нибудь большого порядка, а по сигналу до первого всего лишь. То есть у нас получается линейная модель, которая может входить во всякие расчеты по линейной электродинамике цепей, которые очень удобно делать в рамках всяких схем. Значит, что мы берем? Берем, раскладываем это соотношение в ряд, подставляем туда всякие компоненты, которые там есть. Вот это, значит, накачка у нас, которая у нас характеризуется амплитудой накачки некоторой. Значит, подставляем туда сигнал, который на самом деле не сигнал, а состоит он из гармонических компонентов всех, которые присутствуют в ушедителе и раздаются в решении смешивания частот. а также подставляем туда ток, который у нас текет в цепях, который тоже состоит из этих самых компонентов. Значит, какие компоненты существуют в этих усилителях? То есть, когда мы подставляем вот сюда вот эти вот накачку и сигналы накачку, в общем, все это перемножается, вот эти степени в экспонентах там складываются, вычитаются и всячески скрещиваются, то рождаются вот эти вот всякие компоненты. То есть, компоненты всегда рождаются одинаковые, что трехволновый, что четырехволновый режим. Вот тут, значит, у нас накачка, накачка минус сигнал, сигнал, две накачки минус сигнал и так далее. Где эти компоненты одинаковые? Разница заключается в том, в каком месте мы воткнем резонатор в нашей внешней схеме, которая подключена к этому нелинейному сквиду. Вот тут серенькая вот этот горбик, это резонат. То есть, если мы воткнем резонатор в том месте, где у нас сигнал и омега-пи-сигнал, то, соответственно, эта штука будет работать в трехволновом режиме. Если мы воткнем резонатор в том месте, где у нас накачка и, значит, сигнал и омега-пи-сигнал подадим его таким образом, то, значит, он будет в четырехволновом режиме работать. Вот. Это чисто, значит, внешние цепи, наличие вот этого постоянного смещения нужных вот этих вот эксцентов единейности, чтобы они не были ноль, как бы, тогда это вот работает. Значит, что такое здесь вот эти вот, вот этот сигнал накачка, вот эти все компоненты, они называются идлеры. То есть, идлер первого порядка, это вот, например, тут омега-пи-минус омега-с. Значит, и так далее. Есть два минус омега-с. То есть, в каком случае работают, в каком случае они не работают. Значит, дальше, как это дальше все считается. То есть, мы вот подставляем, получаем в правой части вот эти токи, а в левой части мы получаем напряжение. И, соответственно, мы можем преобразовать это в виде матрицы, которая нам, так сказать, матрицы имитанцев, условно говоря, которая определяет соотношение между током и напряжениями на разных частотах. То есть, на частоты сигнала, на качки и всяких идлеров. И что полезно? Полезно обрезать все вот эти идлеры лишние, оставить только вот этот один идлер первого порядка, который работает собственно в нужном режиме. И тогда у нас получается всего лишь матрица 2 на 2. Вообще эти матрицы можно раздуть до довольно больших размеров, если считать все остальные компоненты. Но, как правило, это не нужно. Вот. То есть, вот она эта матрица. Значит, для трехволнового режима у нас вот коэффициенты в ней описываются одним образом, а для четырехволнового режима другим образом. Вот. То есть, они выражаются через разные производные вот это вот токофазовое соотношение D, которые там вот входят в это разложение, я показывал 2-3 степени, соответственно, для четырехволнового режима они разные. И дальше, что мы можем делать с этой матрицей? Мы можем... Это и есть вот пумпистер наш. Вот условный черный ящик, который мы можем подключить к какой-нибудь, неважно какой цепи. Вот. Записать некоторое соотношение киргофа для там тока и для... вот. И, значит, просто считать S-параметры рецепи вот с этим вот пумпистером, в который мы будем подавать амплитуду накачки и получать, значит, усиление какое-то и гад с этими всеми профилями, вот, расширением полосы и прочими замечательными вещами. Единственное, что тут нет, тут нет насыщения по сигналу, но тут есть насыщение по накачке, которое, потому что мы разложили в ряд по накачке очень сильно, за счет чего получили вот эти суммы, вот, биноминальные экифициенты и прочего вот лабуду. И это нам позволит сказать, почему у нас так мало усиления получалось в эксперименте. Вот. Значит, для вот этого компонента пумпистер, который описывает вот такой вот матрицей, можно записать имитанс, он выглядит вот так вот. То есть тут есть линейная часть соответственно со содержания линейной индуктивности нашего LG, который является поразительным элементом. А также есть вот эта часть, которая зависит от имитанса внешней цепи и соответственно Epsilon 1, где входит там пруду на качке и всякая вот эта шляпа. И вот этот вот коэффициент, он как раз дает отрицательное сопротивление нам. Вот. Если тут посчитать все комплектные штуки, и собственно он и дает усиление. но как я сказал, он зависит от внешней цепи. То есть Y-Kex тут входит Y-Kex в внешнюю цепь. Поэтому здесь вот это отрицательное сопротивление, оно как-то ведет себя очень неравномерным образом в этой полосе. И поэтому вот те модели, которые были для транзисторов, они, ну так сказать, не совсем подходят. Но в первом приближении их можно использовать. Значит, что касается насыщения по сигналу, то тут значит, можно тоже его считать, можно действовать другим способом, можно просто считать, что у нас все сильное, сигнал сильный, накачка сильная. Просто разложить вот этот ряд и подставить туда вот эти вот компоненты, где сигнал и накачка содержится. Получить вот такие вот связанные уравнения. Вот. И потом их тоже можно включить во внешнюю цепь, записав уровень Киргофа и тоже почитать вот эти всякие насыщения. Но что тут минус в чем? Потому что тут разложение всего лишь вот эти уровни написано до третьего порядка. Вот. То есть там как-то сильно нелинейные режимы не очень описываются. Еще что тут не описывается, это вот эти гармонические компоненты, которые у нас. Идлеры вот этих там много, мы тут взяли только вот один Идлер. То есть это вот минус такой. Значит, что тут видно? Тут сразу видно, что тут есть вот это насыщение связанное с коэффициентом D3. Это производное фазовое соотношение, которое как раз должна была зануляться в какой-то точке волшебной и давать там кирфри режим. Вот. Видно, что вот это насыщение как раз связанное с вот этой кировской нелинейностью, которая зависит от полной энергии, которая в системе содержится. этот D3. Значит, тут у нас индуктивность, а вот этот член у нас отвечает за усиление. То есть, ну, в общем, их можно решать, но я, честно говоря, этим не занимался, по той простой причине, что в этом усилителе, который я делал, там все параметры, которые отвечают за насыщение, они максимизированы. И там уже нету как бы простора для оптимизации чего-либо. Вот. Ну, не знаю. Все, можно это сделать. Значит, теперь, как эти все усилители проектировать с учетом вот этих моделей. Вот у нас есть, например, возьмем вот такую схему двухконтурного согласовательного, как я уже рассказывал, возьмем коэффициенты прототипов, подставим это все, посчитаем и получаем вот эти вот замечательные профили усиления для, значит, красненькое это у нас реальный профиль усиления для пумпистера, вот серенькое это у нас наше отрицательное сопротивление, которое, как я сказал, неравномерное, оно видно, что оно очень неравномерное, а синенькое это значит у нас моделька для вот этих вот транзисных усилителей с равномерным сопротивлением отрицательным и видно, что они действительно не сходятся и в реальности полоса получается несколько уже, чем рассчитанная по той, которая вначале была с непростым формулой. Вот. Но приблизительно вот эти параметры согласователей они такие же. значит, что здесь, да, ну тут некоторые осуждения по поводу удобства изготовления этих схем и нужности трансформатора импеданса, например, на входе. Вот. То есть трансформатор импеданса, который можно использовать вот здесь вот, он позволяет нам получить какие-то удобоваримые параметры вот этих разносующих цепей, чтобы их можно было сделать на передающих линиях. То есть вот тут, например, получается импеданс 21, если без трансформатора вот этого резонатора, если делать его на микрополотке, это как бы 21, но это мало. То есть его очень широкий такой, как-то он работает, странно. Вот. А если делать с трансформатором на 150 Ом, например, то у нас уже получается вот этот самый 63 Ома, а трансформатор 86 Ом. То есть это уже какие-то удобные ширины линии, тоненькие, аккуратненькие, можно сделать. Вот это зачем нужен трансформатор. Значит, дальше что? Значит, в конце концов, почему у нас такая в эксперименте такое усиление фиговое получилось? Вот. Если взять вот эту модель, где у нас насыщение по накачке есть и покрутить разные параметры, то выходит такая штука, что вот, например, вот кривулька вот этого зависимости усиления слева от амплитуды накачки для разных добротностей и значений параметра асимметрии вот этого снейла. Если у нас как эксперимент, у нас 0.1 асимметрия, вот эта зелененькая кривая и добротность 5, например, то у нас вот видно, что у нас действительно усиление получается маленькие и вот у нас есть вот перегиб и всего 10 где-то максимум, что мы получали. А в то время как, если мы возьмем тужда добротность 5 и возьмем больше крестинт асимметрии, то есть делаем сквит менее асимметричным, чтобы он больше переставился по частоте, то есть добавим туда нелинейности, то у нас получается черненькая кривая, которая уже не ограничена вот этими 10 децибелами, тут можно 20 получить запросто. О чем это нам говорит, что просто я неправильно сделал сквиды, надо было делать этот альфа больше, чтобы они сильнее перестраивались, то есть что важно для вот этих широкополосных усилителей нужно наоборот вот эти вот сильно нелинейные сквиды, и оптимальным здесь, к сожалению, является вот этот вот DC-сквид. Но из DC-сквидов массив делать не очень удобно для трехволнового режима, потому что там нет возможности подавать накачку при помощи тока, вот, это вот минус вот их. Поэтому все-таки если делать сделать вот эти снейлы с каким-то удобоваримым вот этим альфа, то они все-таки должны работать нормально. Ну, они в принципе уже нормально работают, но если делать альфа побольше, то будет еще лучше работать. Вот, такие дела. Да, еще из этих криволик можно понять, что на практике добротность ниже чем 3 лучше не делать вообще. Еще хочу сказать, что эта добротность, она уже, так сказать, трансформированная. То есть у меня там в эксперименте я показывал там 15 было, это было в 50-омном окружении, у меня там трансформатор опять был до 100-ом, вот, и там она, собственно, была меньше, то есть типа 5. То есть вот эта добротность, она уже рабочая. То есть где-то меньше 3 уже делать опасно, работать будет плохо, независимо от того, какой, в общем-то, крик используется. Значит, выяснили, что не работает. Дальше, значит, что надо делать, чтобы получить еще больше полосы усиления. Как я уже говорил, что на практике эти усилители, они не работают так, как вы их посчитали, из-за того, что в цепях есть паразитные элементы, которые на них влияют. Вот. Что интересно было бы сделать, внести как бы детерминизм в этот процесс, то есть, ну, как-то кабель подбирать, конечно, веселые занятия, но, не знаю, кому как. Я хочу, чтобы я задизайнил, оно работало сразу. Вот. Значит, чтобы выищать полосу, можно вместо двухконтурного делать еще трехконтурный согласователь. вот. И это, в общем-то, предельный случай, потому что, если делать дальше больше контуров, то лучше особенно не станет. То есть, трехконтурный это максимальное, что стоит пытаться делать. Какая с ним проблема? Проблема с ним такая, что, если посчитать его по тем формулам, которые были в начале, то его импедансный наклон, вот этого вот третьего контура, x3, он должен быть подобен x1. То есть, он не равен, он приблизительно такой. А x1 у нас, он просто какой-то космический за счет того, что у нас тут есть огромная джезусонская индуктивность вот этого массива. А тут мы хотим, чтобы у нас такая же огромная индуктивность была, но в линейном резонаторе. Ну, ясно дело, что сделать это невозможно на практике. Какой выход? Выход, опять же, наш трансформатор импеданса. То есть, например, неважно, где этот контур будет воткнут, мы его можем воткнуть, вот тут нарисованная схемка, перед трансформатором импеданса, например. И тогда каким-то образом у нас есть некоторая возможность сделать его импедансом 28 Ом, это передающий линию рамп допополам. Вот, что в принципе при каких-то там натяжках можно даже делать на чипе, там чип потоньше сделать, например, кремний. Вот, и уже вот трехконтурный цифрователь можно делать. и что можно выжать из этих снейлов максимум при альфа 0.25 и до ботности 3.3, это полоса 14%. То есть, вот на 7 ГГц, где-то у нас будет полоса где-то гигагерц, например. Ну, это, я считаю, что это абсолютный максимум, что можно выжать из таких усилителей. То есть, где-то до 14-15 процентов полосы. Все, дальше уже работать не будет. Вот. Значит, что касается паразитных элементов, то я тоже вот это считал. Вот в рамках этого модели пумпистера можно вообще всякие включать безумные вещи в этих схемах. Вот я включил кабель с двумя неоднородностями. То есть, эти неоднородности они соответствуют просто плохо припаянным разъемом. То есть, разъем не зазор 0,5 миллиметров где-нибудь между проводком и выводом это, в общем, обычное дело. Кто-нибудь запаял разъем и знали. Вот. И что получается? Если мы вот этот кабель воркнем между циркулятором и нашими чипами, то он существенно искажает профиль нашего трехкомнатурного согласователя. И, собственно, если мы возьмем 50 миллиметров кабеля такого, на самом деле, не очень плохого кабеля, я скажу, так скажу, то вот уже получается вот эта синенькая кривая слева, то есть, уже как-то в отличие от красненькой, которая должна быть, она как-то некрасиво смотрится. Но тут есть трюк, можно подкрутить параметры накачки, так сказать, частоту поменять, поменять DC смещение за счет магнитного поля и как-то вогнать вот этот вот профиль в какой-то удобоваримый формат. Окей. То есть, тут есть, это говорит о том, что несмотря на то, что вот эти усилия чувствительные, там есть какая-то возможность коррекции всех эффектов за счет подкручивания ручек. В каких-то пределах, потому что если мы берем 100 миллиметров такого кабеля, то тут уже вот эту вот синюю штуку, ее уже как ни крути, она вот вся такая кривая и остается. Ну тут вот это вот иллюстрирует, так сказать, чувствительность ко всяким цепям. Вот. Дальше что? Выводы. Значит, выводы такие, что типы, в принципе, такие работают системы, вот, они делаются просто на скридах и каких-то квадратиках из алюминия, без плоских конденсаторов. То есть это можно делать везде, где есть технология алюминиевых джозиков. Желательно с прямым перекрытием и желательно побольше. Вот. А что плохо в этих усилиителях, то что они, в общем-то, громоздкие. То есть я показывал вот эту сборку там циркулятор, вот эти двойные экраны, там три чипа, чипы там здоровые. У как бы есть решение поменьше, так сказать, но они посложнее. Вот. Минус, второе, что влияют вот эти все паразитные элементы в цепях, вот как я показывал. Ну, а дальше в общем это вам неинтересно. В общем, у меня все. Коля, зачем тонкий сверхпроводящий провод? А, ну там катушки есть в этих усилителях, они там не показаны, потому что у меня фоток нет. Магнитное смещение. А с чего их делать? Вот у меня нету провода. Сорян. А, что? Много витков и мало тока. Ну, чтобы они меньше места занимали. Потому что у меня провод диаметр 3 миллиметра советские есть. Они какие-то большие получаются катушки. Там оно и так большое. Катушки большие. неприятно. Ну, что? Кто там? Где? Ау? Ну, если у кого точно нет никаких вопросов, то вот, тогда спасибо за доклад, в общем, и это... Значит, надо новые чипы с другими спидами. Ой, ну, это я писал для людей, которые, как бы, у нас тут в группе работают, потому что нам надо что-то делать. Ну, потому что чипы-то никто не делает, на самом деле. Бауманка больше не делает чипы, все. А чипы неправильно я сделал. Там надо этот параметр асимметрии другой сделать, чтобы усиление было побольше. Вот. Ну, надо новые чипы делать, собственно, в таком направлении работать. Нет, этот усилитель мы поставили в Креостат, и он работает на флаксонимах, на считывание, и он работает. А у вас там, собственно, есть возможность сделать такие чипы? Вот тут надо, смотри, Алексей, тебе вопрос по технологии. Сейчас, где тут у нас структура была. Ой, боже. Так. Значит, вот тут есть, ты видишь тут, да? Вот есть крестобазные джойзики, с ними, я думаю, проблем нет. А тут есть вот с прямым перекрытием большие джойзики, где-то 3 микроампера ток, их тут 3, и они вот такие прямые, и шириной не один микрон. Это вот как у вас таки делают? А сколько там? Несколько микрон на несколько микрон? Ширина один микрон, ширина. Ну, пока не делают, но можно подумать. Нужен дизайн, я по этой картинке не очень так понимаю. Ну, это то же самое, теневое напыление, только у тебя тут этот джойзик вот так вот, а этот джойзик вот так вот. Да. Да, и там какой-то есть мостик в резисте, который любит провисать, как мне рассказывали. Ну, да. Да. И Бауменка говорила, что она больше одного микрона не может сделать. А вот хотелось бы, чтобы еще больше было. Минус соответствует действительности, я думаю, мы тоже. Нет, там есть какие-то безмостиковые еще какие-то технологии, но я не знаю, как у вас. С мостиком это действительно, наверное, близко к нашему пределу. Есть перемены. Ну, в общем, вот такие вот вещи. Безмостиковые есть, можно подумать. Пришли дизайн этой штуки, пожалуйста. Ну, я прижду. Мы же делали в 16-м году еще, или, да, в 16-м году безмостиковые все нормально работали. А что сделаешь в 16-м году? Там микрон на микрон площадь контакта можно сделать. А? Почти меньше можно сделать. Ну, да, вот тут микрон на микрон нормально было. Я делал с Тупмаком, он просто эти парампы не мерил, он уехал по заграницу, но это все делается. Ну, куда? Нет, еще мы делали варианты, когда делаются парампы, ну, даже, это самое, переходы 4 на 4 микрона, но там чисто оптика делается. фактическая отражация. Тут суть в том, что здесь надо вот этот джозик большой и маленький на одном, так сказать, сквиде. То есть тут вот он, я не знаю, как они друг с другом будут существовать или 4 на 4. Понятно. Еще вопрос у нас есть от Андрея. у тебя на картинке как раз нарисован трансформатор и согласователь. Вот согласователь чем отличается получается? Я думаю, что это и есть согласователь, я думаю, что это и есть четвертый вопрос. Сейчас покажу. Ну, как бы тут все эти вещи довольно-то контекстуальные. То есть трансформатор это лямбда на 4 отрезок линии, а согласователь это лямбда пополам. И в зависимости от того, какая лямбда пополам нагрузка на конце, он, значит, в пределе обладает либо свойствами последовательного контура, либо параллельного. Слушай, я понял, трансформатор вроде как работает только на конкретной частоте. То есть а у тебя довольно широкий профиль получается с использованием трансформатора. Ну, у него есть, так скажем, добротность и он, так скажем, очень сильно связанный с этими всеми линиями, поэтому он работает, да, но он широкий. получатся сладые. Ну, усиление, может быть, за счет того, что портишь добротность трансформатора улучшается усиление, или такого не будет? Это влияет, да, это влияет, ты прав, но это как бы не основной фактор, который влияет в данном случае на вот это усиление. А получается, да, получается, что ты сейчас будешь уменьшать альфу, ой, увеличивать альфу, у тебя как бы мощность насыщения уменьшится, да, но зато увеличится альфу. Нет, на самом деле мощность насыщения здесь, ну, это надо считать, я говорю, я не считал эти насыщения, можно попробовать. Вот в этих усилителях за счет того, что вы прилаживаете вот эти согласователи, ну, как бы так сказать, этот резонанс становится очень широкий, и там вот эти вот керовские сдвиги, они тоже каким-то образом нивелируются, то есть вы сдвигаете, не сдвигаете, оно все равно работает, вот такая там тема есть. То есть тут снейлы вот эти, они на самом деле там же, у них усилитель был узкополосный, то есть у них там вот этот лоренцовый профиль был, и в этом случае вот это вот действительно их асимметрия, она дает эффект за счет того, что вот у них вот это керовское уменьшается. А в случае этих усилителей, как я выяснил, там как раз наоборот, чтобы нужно максимально широкую полосу получить, нужна вот эта высокая нелинейность керовская, не керовская, хрен с ней, главное, чтобы она была. То есть здесь вот это вот не очень, так сказать, нам в плюс то, что он вот обладает этой уменьшенной керовской нелинейностью. Это тут не играет основную роль. Основное преимущество тогда этого скрида в том, что мы можем подавать трехволновую накачку удобно, через емкостно-связный порт просто и все. Слушай, а вот там, короче, это мощность освещения минус 120. Что-то задалось таким вопросом, может, ты быстро ответишь. А вот, ну да, как бы одно в том сигнал, чтобы померить таким усилителем хватает, может, на насыщение 120, минус 120, нелинейностью. И, кстати, это мощность освещения, вот эти вот параметры, которые посчитаны, они посчитаны с расчетом на вход усилителя, да? Да, на вход усилителя. Ну, однофотонный режим, это ты имеешь в виду, что, если ты считываешь резонатор, в котором живет один фотон в процессе того, как ты его считываешь? Не, меня больше волновал вопрос, когда, допустим, фотон в волноводе послали и захотели его после этого усилителя считать. Однофотонный детектор у тебя? Ну, не, ну, кубит излучает одиночный. Да, я... Да. не пересчитывал. Я просто сходу сейчас там надо калькулятор брать, чтобы посчитать идея. Да, надо калькулятор брать, посчитать, какая, собственно, у этого фотона будет... Да, с учетом его длительности и формы. Ну, ладно, там же нужен еще поток фотонов, единицу времени, чтобы в мощность это переводить. Не, можно взять просто в энергию фотона и взять его форму экспансиональную. Ну, так сказать, если вы хотите прям один фотон считать, то это надо какие-то однофотонные детекторы делать. А если у вас этих фотонов много летит и они там с какой-то скоростью прилетают, то, ну, ясное дело, что усилитель с меньшим уровнем шума, чем ахем, то он как бы улучшает время усреднения, которое вам нужно, чтобы что-то там получить. То есть, ну, да, помогает, но однофотонных детекторов, наверное, это не то решение, которое нам нужно. А почему, кстати, мы же можем сделать какой-то прям большой гейн? А, там так Макс говорил, что нет смысла делать гейн больше 20, потому что там дальше что же там будет-то? А нету, да, потому что, не, ну, я рассказываю про полосу вот этих усилителей, но есть у нас gain-bandless product какой-то, он у них есть, и при желании его должно быть вычислить, то есть, у вас чем больше гейн, тем меньше полосы. У нас такая концепция, что нам надо полосы побольше, чтобы у нас квантовый компьютер там работал вот такое. Ну, гейн 20 дБ это как бы такая цифра, которая нужна, чтобы вот с этим хемтом, который 5 кернов температура, чтобы достичь квантового предела где-то довольно близко. И, в общем, дальше уже зачем увеличивать, не знаю. Понятно. А есть какие-нибудь результаты применения вот этого? Не пробовали применять вот этот по всей этим храмом? Да, он сейчас стоит на считывании кубитов в аксониумах там двухкубитная схема. У Московенко или вы у него можете спросить, он что-то там меряет уже давно, гейты как их делает. Ну, блин, результаты применения усилителя мы там не изучали, он просто работает. Не знаю, однократное считывание работает. То есть, если его включить, становится хуже? А? То есть, если его включить, становится лучше? Можно за один раз считать, а не за тысячу раз. Я не знаю. Там, кстати, в какой-то момент ты сказал про отжег газовой горелкой термолой раунд. Я просто вообще не слышал ничего такого. Можешь прокомментировать? Где ты это узнал? Ну, это так сказать, юмор такой. Потому что, ну, блин, нужен магнитный экран, знаешь? Все говорят, креоперм, креоперм, а где его? Возьму этот креоперм. У меня есть какой-то экран от трансформатора, отставил приборы. Я его распилил, короче, согнул, горелки отжег. Это помогло. А почему без горелки он довольно так прилично пропускал? Не, а у него какое-то поле, наверное, остаточное было? Да, но там, когда без экрана включаешь, то есть, там, вот я усиление показывал, если включать без экрана, то там раз на раз не приходится. Включишь, оно работает, а в другой раз включишь, там какой-то поток захватится где-нибудь, и как бы все, и у тебя там 10 децибел, и уже все, дальше не растет. Ага, вот как? Какие-то неравномерности вот эти вот. Как бы, вот, да. Экран, он позволяет получить детерминизм, то есть, ты включил и работает, а не то, что ты там кристат охладил, а оно не работает. Ну, конечно, как бы, это так родится. Ну, корелки, тут нельзя ожидать. А вот, кстати говоря, Сударик, ну, в экране есть не талькуляторов, а при этом они все равно, короче, лишние так выпускают из поля. Мы же проверяли, что они прям сильно магнитят эти циркуляторы. Циркуляторы довольно сильно магнитят, да. Ну, в смысле, этот экран, он довольно грубый, он помогает от полей циркулятора несчастного, потому что, блин, ребят, чтобы экранировать эти поля, не нужен криопер, нужно хоть что-нибудь, что экранирует каким-то образом эти поля. Вот. Ну, такой практический момент, что, близко у нас стоят к нашим держателям. И как раз у нас в основном возникают вот эти прыжки. Да нет, там же вы Шамиль сейчас мерили, в секунду. Ну, и ваших средних держателям ближе всего. Что там ничего. А у него в нуле ноль по потоку-то, да? В нуле? Да, в нуле. Ну, тут картинки были где-то вот. Вот в нуле. А есть в нуле или не в нуле? Не. Тоже в нуле? Ну, ладно, спасибо, Коля. Было интересно. Надеюсь, что мы сможем это сделать и на стихе тоже когда-нибудь. Кольна. Не, я видел где-то на конференции чуваки показывали, они делали с DC-Squid на вот этой вот алюминиевой технологии. У них там какие-то были стабы. Ну, то есть это просто конденсаторы и, видимо, у них там какой-то зазор там надо как-то очень узкий делать, чтобы там индуктивности было поменьше. Вот как это посчитать, чтобы это все еще работало. То есть типа они тоже говорили, что вот мы без плоского конденсатора сделали. Такой вариант тоже есть. Не знаю. ограничивается зазорами, которые вы можете реализовать в больших этих самых структурах. Вот. Еще вопрос. Еще там вопрос, ты рассказывал про с помощью постоянного тока накачивать где-то был вариант. накачивать, значит, смотри, тут есть как бы вот трехволновой и четырехволновой режим этих работают в усилителе. То есть в четырехволновом режиме у тебя накачка находится в середине его полосы усиления, а в трехволновом режиме она находится на удвоенной частоте. Так вот, значит, здесь вот на и токфазовое соотношение было до этого скрида. И чтобы получить вот этот... Где оно тут, черт его? При четырехволновом смешении ты накачиваешь дополнительно каким-то переменным сигналом. Мы всегда накачиваем переменным сигналом, это же параметрический усилитель. А пост только он на удвоенной частоте или нет? Чтобы получить на удвоенной частоте нужно подавать постоянное смещение потоковое. Вот тут видно, вот видно значит коэффициенты до трехволнового это D2, а D2 это у нас синус F0 минус FDC. Соответственно, когда у нас FDC 0, то у нас D2 этот зануляется, то есть чтобы он был не 0, и надо делать FDC. Но это во всех сквидах так, чтобы вам вот этот коэффициент появлялся, который за этот режим отвечает, когда частота у вас накачки удвоенная, а не посередине рабочей полосы находится, надо подавать постоянное смещение потока потока тока или что-нибудь. А что это дает? Потому что когда у вас в середине торчит накачка рабочей полосы, то она у вас лучше просачивается в кубиты и там мешает. А когда она на удвоенной частоте, то ее удобно отфильтровать и в общем-то она не просачивается. Это очень большой плюс на самом деле. Не, просто тут нужна потоковая накачка и она постоянная. Здесь это постоянный ток, который потоком накачивает вот этот вот сейчас. Не, постоянное смещение создается за счет катушек, которые снаружи чипа находятся. Я их не показывал. Магнитным полем. А накачка осуществляется через емкостно связанный порт вдоль блин этого массива. Где он тут? Господи, у меня я не встречал случаи, когда делают внутреннюю усилие, где смешивание получается, ну, там происходит смешивание, но там смешивают постоянный сигнал, в смысле постоянной непеременной. В смысле ток какой-то подают, дополнительно подают вот этот сигнал какой-то низкой, ну, низкой мощности. Низкой мощности, да, и они перемешиваются и получается усиление. Они не могут перемешиваться просто это. Если так сказать, я не понял. перемешивается, не, все перемешивается, все частотные компоненты перемешиваются, в том числе с нулевой частотой. А если вы используете постоянный ток, то это у вас транзистор получается, он так работает. Туда подаешь постоянное смещение, подаешь слабые сигналы, он усилит. есть сквид-усилители, понимаешь, подожди. Это сквид-усилители, они так работают, в принципе. То есть сам сквид, он чувствительный к магнитному полю, то есть если ты к нему два электрода присоединишь, как бы шпикадывать магнитное поле, то DC сквид, у него там будет напряжение прыгать сильно очень. То есть взять магнитную катушечку, подавать в нее слабый сигнал, а на этот сквид подавать смещение и регистрировать на выходе напряжение, то это будет как транзистор, оно будет усиливать. Третья тема есть, это называется сквид-усилители, и я вам еще скажу, они нигде не применяются, потому что у них есть ряд недостатков, как то вот эту катушечку, ее очень тяжело согласовать с, как оказалось, с внешними цепями, чтобы какую-то полосу получить нормальную. Это первая проблема. Вторая проблема, что у них мощность насыщения там еще меньше, у них есть собственные шумы, то есть они их просто производят почему-то на счет чего-то там, у них процессов какие-то, на счет того, что вы подаете токи какие-то, хотя это не точно, надо выяснить. Это нет, насчет шумов я может быть гоню, но вот насчет насыщения там оно еще меньше, если там вы оборотите литературы, то есть там не очень все хорошо. Их, в общем, никто не применяет для битных целей. Да, их по частоте трудно перестраивать, если, например, вы сделали узкополосный усилитель, параметрический, вот у вас резонатор не в то место попал, это обычное дело, что вы делаете, что-нибудь куда-нибудь подстроить можно, даже это можно подстроить немного, там вообще ничего не перестраивается, то есть там он как бы узкополосный, не перестраиваемый сквит-усилитель, это вот то, что получается вот в этом случае. И это очень проблемно. Не, люди такие делали, называется, по-моему, слаг, она называлась, какой-то андуляторный гальванометр, что ли, вот что-то типа этого, и они считывали инкубиты, была какая-то статья, можешь поискать, она есть, то есть такая тема есть, но она вот узкополосная и неудобная. Ну ладно, спасибо. Спасибо.